Приветствую! Поговорим о законе 93-42. Это тот закон, которым часть мужчин лишили отсрочки. Изначально законопроект 93-42 был же прекрасным. Это тот законопроект, которым военным устанавливались новые доплаты, устанавливался порядок выплаты этих денег, а также устанавливались новые гарантии в контексте социальной поддержки военнослужащих. И это было отлично. Но потом тышком-нышком государство в поревняльную таблицу внесло правочки, которые появились именно в поревняльной таблице, которая там объемом более 100 страниц. И там тихонечко добавили эти правочки. И в итоге, обратите внимание, когда государство хочет что-то изменить, оно делает это очень быстро. Появляются правки. В тот же день принимается этот закон. На следующий день его подписывает глава Верховной Рады, а на следующий день подписывает президент Украины. Та-дам! Есть закон, которым отменили, соответственно, отсрочку для многих мужчин. Подробнее о этом законе я уже говорил в предыдущих видео и разбирал вопросы, кто останется без отсрочки теперь, кто не сможет ее получить и что делать в этой ситуации. Ссылочки на эти видео я оставлю в описании к данному ролику и рекомендую вам посмотреть. Там есть много полезной информации. Здесь же мы поговорим о ответе на те вопросы, которые, как мне показалось, топовые вопросы к двум моим предыдущим видео. И здесь мы разберемся со следующими вопросами. Первый вопрос. А конституционен ли закон 93.42? И можно ли его оспорить? Как действует правило обратной силы? Мы знаем с вами, что закон обратной силы не имеет. И вот, соответственно, что будет с теми людьми, которые уже получили отсрочку? Далее мы поговорим о том, насколько влияет доход родственников, которые могли бы ухаживать за инвалидом, на, соответственно, получение отсрочки. И последний вопрос, который мы разберем, это вопрос выезда из Украины. Как он поменялся? Перед тем, как мы приступим к разбору этих вопросов, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Я вас туда приглашаю, поскольку там вы сможете более оперативно получать полезную информацию, а также присоединиться к обсуждению ее. И там я тоже отвечаю на ваши вопросы. Итак, теперь первый вопрос. Соответствует ли закон 93.42 Конституции Украины? Конечно же, для этого нам нужно посмотреть саму Конституцию Украины. И чтобы понять вопрос конституционности этого закона, нужно обратиться к 22 статье Конституции Украины. А точнее говоря, к части 3, где сказано. При принятии новых законов, або внесении змин до чинных законов, не допускается звужения, змисту та обсягу иснуючих прав и свобод. И на мой взгляд, вот эта норма четко нам говорит, что если принимается новый закон, он не может отменять то право человека, которое у него уже было. А здесь мы говорим четко о том, что у человека было право на отсрочку. Возможно, даже он его уже оформил, да, и ТЦК и ЕСП дал соответствующий документ. И мы человека лишаем этого права. Но, к сожалению, это лишь мое толкование Конституции, потому что, безусловно, я верю в то, что судебная практика в этом случае скажет, что все окей, потому что это Конституция, и в ней идет речь исключительно о конституционных правах. И, мол, поскольку право на отсрочку это не конституционное право, значит его можно чуть-чуть двигать, да, и чуть-чуть ограничивать. На что я бы этим людям сказал, но в тех случаях, когда речь идет о конституционных правах, в Конституции это прямо сказано. Например, вот здесь же у нас, да, сказано, Конституции не права и свободы гарантуются, и не может быть скосово ни. То есть здесь четко сказано о конституционных правах, а вот в части третьей этой статье здесь не сказано о конституционных правах, здесь в принципе о правах и свободах человека речь идет. Но, конечно, идет следующий вопрос, а можно ли это обжаловать? Да, и многие часто пишут, ну, мол, ты юрист, пойди же обжалуй это. Да, это можно обжаловать, но, друзья, для этого есть специальная процедура. И в законе о Конституционном суде Украины такая процедура называется «Конституционная скарга». И вот посмотрим, обратите внимание, конституционной скаргой есть подано до суду письмовое клопотание, щодо перевірки на відповідность Конституции Украины, конституционность закону Украины, его окремих положений, что застосованный в остаточном судовом решении у справе субъекта права на конституционную скаргу. И вот именно вот здесь, вот в этих словах есть, собственно говоря, вся сложность. Потому что для того, чтобы обратиться в Конституционный суд с конституционной жалобой, нужно получить решение суда остаточное. А что это за остаточное решение? Это решение Верховного суду. То есть сейчас, чтобы обратиться в Конституционный суд, человек должен обратиться в суд первой инстанции, проиграть этот суд, обратиться в апелляцию, потом обратиться в Кассацию, то есть Верховный суд. И если Верховный суд не удовлетворит уже человека, тогда идти в Конституционный суд. Как это может выглядеть? Это может выглядеть следующим образом. Человек приходит в ТЦК, его призывают на службу, он с этим не согласен, идет служить, но при этом оспаривает решение о его призыве. Но при этом все это время он служит. Ну а как мы понимаем, затянуться судебное рассмотрение может очень надолго. И второй вариант. Человек приходит в ТЦК и ЕСП, ему говорят, мы призываем. Человек отказывается от призыва, говорит, я считаю, что у меня есть право на отсрочку, потому что закон неконституционный. Уголовное дело. И в рамках, соответственно, уголовного дела человек вот будет идти и рассматривать вот этот вопрос о конституционности. То есть, к сожалению, нет такого механизма, который позволял бы сейчас сразу обратиться в суд конституционный и поставить вопрос о конституционности этого положения закона. Вернее, есть механизм, но для этого депутаты должны это сделать. А мы, к сожалению, адвокаты не можем этого сделать. Поэтому с этим вопросом разобрались. На мой взгляд, закон все-таки не соответствует тем идеям, которые изложены в Конституции Украины. Но это лишь мой взгляд. И здесь я, к сожалению, не буду претендовать на истину в последней инстанции. Практика покажет. Нас рассудит практика, что называется. Идем дальше. Следующий вопрос. Отменят ли отсрочку для тех, кто ее уже получил? То есть, те люди, которые ходили в ТЦК и ЕСП и получили соответствующий штамп в военный билет или в темчасовое посвящение висково-зубовъязанного. Отменят ли им отсрочку? Да, на мой взгляд, отменят. И да, вы сейчас можете сказать, стоп, а есть же 58-я статья Конституции об обратной силе закона. Давайте ее быстренько посмотрим. Вот в статье 58-й сказано, что законы та инщи нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особы. Что это значит? Давайте с этим разберемся. Действують ли это правила в данной ситуации? К сожалению, правила об обратной силе закона в данной ситуации не действуют. Почему? Потому что когда мы говорим о обратной силе закона, мы говорим о том, что закон должен регулировать те отношения, которые были когда-то в прошлом и применяться к ним. А здесь не та ситуация. Здесь как будут развиваться события? ТЦК ЕСП дает вам повестку. Вы приходите и вам говорят, скажи, пожалуйста, у тебя есть основания для отсрочки? Вы говорите, ну, конечно, есть. Смотрите, вот у меня штамп ваш стоит, что вы дали мне отсрочку. Они говорят, стоп-стоп. Нет. Тебе дали отсрочку по старому закону. И ты пользовался этим правом. Да, у тебя была отсрочка, ты там год, больше года пользовался этим правом. Сейчас правила предоставления отсрочки другие. И, пожалуйста, подтверди нам, что у тебя есть право на отсрочку. Да, конечно, вы сейчас скажете стоп, но есть же даже решение суда, где написано, что ТЦК ЕСП должен проверять, есть у вас право или нет. Но давайте не будем забывать, что, ну, им оно постольку-поскольку нужно, да. Нужно это вам. И вот здесь вы оказываетесь в ситуации, когда вы по новым правилам, по действующему на сегодняшний день закону, должны будете, соответственно, доказать, что у вас есть отсрочка. Все. Закон действует не на прошлые отношения. Закон действует на те отношения, которые возникли сейчас. Вот вы здесь сейчас в военкомате, и вот здесь сейчас решается вопрос о том, есть у вас право на отсрочку или нет права на отсрочку. Поэтому, к сожалению, вынужден расстроить те, у кого отсрочка была оформлена. Если они не попадают под категорию людей, которые могут и сейчас получить отсрочку по новым правилам, то ваша отсрочка, скорее всего, будет отменена. И, пожалуйста, не нужно ставить сейчас дизлайки видео лишь за то, что я это говорю. Это не моя личная позиция. Я же вам сказал уже, что я считаю это абсолютно неправильным, и права человека не должны сужаться. Но мои слова вы можете проверить, почитав любой учебник по теории права, которых в сети великое множество. И там вы увидите, что то, что я говорю, к сожалению, это действительность, правовая реальность, и она уже подтверждалась Верховным судом, к сожалению. В других вопросах, например, в вопросе граничного возраста, пребывания в запасе и на воинской службе, Верховный суд уже сказал, что тут не действуют правила про обратную силу закона. Идем дальше. Следующий вопрос – это вопрос наличия дохода у человека, который обязан содержать инвалида. Откуда возник этот вопрос? Этот вопрос возник из Семейного кодекса. Давайте посмотрим его. Вот в Семейном кодексе есть такая норма, что право на утримание мая то из подружжя, який ены процессдатным, потребуя материальную допомогу, за умов еще друга из подружжя, можно давать материальную допомогу. И вот именно на основании этой нормы люди говорят, стоп, ну, если же у мамы, например, нет дохода, значит, она не может утримывать, значит, вона не зобовязана утримывать. И, соответственно, как бы, ну, все, нет таких лиц, которые обязаны утримывать. Но я очень боюсь, что ТЦК и СП будет подходить к этому вопросу по-другому. Как он будет подходить? Он будет смотреть, соответственно, 23-ю статью закона про мобилизацию и говорить. Смотрите, здесь указано, что не мают и инших процессдательных осіб, зобовязанных, відповідно до закону, їх утримувати. То есть в 23-й статье идет привязка к фактическим данным. Вот есть человек или нет человека. Мы не будем разбираться, доходы есть или нет. Есть человек или нет человека. Человек есть, есть супруга. А супруга что должна? Супруга должна материально утримувати и утримувати. И все. И мы не будем разбираться, что есть доход, нет дохода. Мы тебя призываем и все. И, конечно, кто-то из вас скажет, ну, подожди, но это же беспредел. Как здесь не разобраться? Ведь это принципиальный вопрос. Ой, что вам сказать по этому поводу? Разбираться мы будем. Но, к сожалению, к огромнейшему моему сожалению, я боюсь, что разбираться придется. В рамках уголовного процесса. Потому что я боюсь, что человек, который в этой ситуации скажет, что я все, я считаю, что у меня есть право на отсрочку, потому что там мой отец останется один, и все, и на этом конец. И нет никаких других людей, которые должны его содержать, потому что, например, у мамы нет дохода. То придется эту позицию доказывать в уголовном процессе. Почему? Потому что что сделает ТЦК и СП? Они вызовут полицию и скажут, смотрите, это уклонист. И все. ЕРДР, уголовное производство, и вот там уже доказывай. К сожалению, государство ставит нас вот в такую ситуацию. Безусловно, кто-то сейчас скажет, стоп, а как же презумпция невиновности, никому ничего не должен доказывать. Друзья, должны, должны, еще раз должны, должны вы одному единственному человеку, себе. Потому что если вы скажете, что я ничего не буду делать, вы попробуйте доказать, то будьте уверены, докажут, докажут. Потому что это система, система, которая работает с определенными целями и задачами. Я понимаю, я понимаю, что сейчас вы слышите вообще не то, что вам хотелось бы слышать. Но это видео не про розовых пони и не про единорогов. Это видео о том, какая реальность. Видео от человека, который понимает, как работает система. И если вы не будете действовать и делать то, что говорю вам я, либо другой ваш адвокат, да, ну, будут у вас проблемы, они гарантированы. Хотя здесь, в этой ситуации, вообще проблемы уже и так есть. И далеко не всегда их можно будет избежать. К огромному сожалению. Но государство на это пошло. Государство приняло такое решение. Следующий вопрос, следующий и последний вопрос, это вопрос выезда. А что же с выездом? Что поменялось? Я теперь не могу выехать со своими родителями, со своей женой и так далее. На сегодняшний день, на момент записи этого видео, а сегодня у нас 1 июля 2023 года. Сейчас тут сколько? 15.42. Пока еще ничего не поменялось. Пока правила выезда из Украины не изменились. Кабмин их не изменил. И на границе пока, по факту, ничего не поменялось. Уже сегодня мы получали подтверждение от людей, которые выезжали с родителями, выезжали с женами. С тестем, с тещей пока никто не отписывался. Но радостная ли это новость? Я, к сожалению, останусь в тренде и буду вас расстраивать и дальше. Простите меня за это. Мое мнение таково. Правила выезда поменяются в ближайшее время. Но они не могут не поменяться, потому что это было бы нелогично. Поэтому ждем, мониторим, отслеживаем. Как только изменения будут, сразу вас об этом уведомлю. Здесь видео сниму, либо в телеграм-канале. Ну, в телеграм-канале быстрее, понятно, это сделаю. И еще вопрос, который я не анонсировал в начале видео. Но я сейчас вспомнил, что вопрос очень часто вы задавали. Что, мол, 26-ю статью закона ОВО и ВС не изменили. А это значит, что несмотря на то, что человека сейчас, который потерял отсрочку, призовут, он сразу уволится. Потому что в 26-й статье закона ОВО и ВС есть такое основание для увольнения, как наличие родителей с инвалидностью первой и второй группы, родителей жены с первой и второй группой инвалидности, ну и жены с инвалидностью. И говорят, что вот, мол, ничего страшного, мы сейчас воспользуемся. Ну, друзья, вы и правда рассчитываете на то, что эта норма будет долго действовать? Нет, конечно, я думаю, что в ближайшее время эту норму изменят. И, соответственно, воспользоваться этой нормой не получится. Вряд ли вы успеете уволиться, пока не внесут соответствующие изменения в закон про ОВО и ВС. И сейчас я снова обращаюсь к вам с просьбой, не нужно дизлайкать эти видео, не нужно писать гневные комментарии, что, мол, адвокат, что же ты нам такое наговорил и не показал нам пути спасения. Друзья, ну я же в этом не виноват, друзья, ну вы же сами видите, с какой скоростью работает Верховная Рада. Что я вам могу сейчас здесь сказать? Одно видео о вариантах спасения тех родственников, которые реально нуждаются в уходе, я снял. Ссылочка на него есть в описании к видео. То есть спастись еще можно, скажем так, да, чтобы эти родственники не остались в одиночестве, не остались без помощи, то есть еще механизмы есть. Вот, но это касается уже тех, ну реально крайних случаев, когда действительно человек вот нуждается в уходе, который не покушать, не может приготовить, там не купить себе еды и так далее. Ссылочка на это видео есть в описании к ролику. В целом же я понимаю, что ситуация очень некрасивая, на мой взгляд, со стороны государства, но я надеюсь, что все-таки это не повод ставить мне дизлайки за это. Все, на этом все, друзья. Любые изменения, любые новые положения, правил пересечения госграницы, если будут разъяснения от Министерства обороны, буду снимать по ним видео, рассказывать вам, как вам можно теперь будет реализовывать право на вашу отсрочку, да, потому что вопросов там много с документами, просто до конца я даже, честно, на сегодняшний день не понимаю, как во всех случаях можно будет это подтвердить. Будем максимально стараться это все делать и изыскивать законные способы для этого. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok